Я, моя фамилия Ахтемов, ремня Нигматьяныс. Всю сознательную жизнь я работал в пожарной охране. Последний занимаемый должностный у меня начальник отряда Государственной противопожарной службы по охране Краснокамерского района и объектов АИН Кабашнифет. Подполковник в отставке. Я интересуюсь новостями пожарной охраны, в которой в городе Нефтекамерске события произошло закрытие многофункционального корпуса «Урал». Об этом я услышал, как говорится, накануне и сам по зову сердца пошел консультировать и участвовать при работе государственных органов, в частности, служба судебных приставов, прокуратура города Нефтекамерска, а также государственного пожарного надзора города Нефтекамерска, межрайонного отдела. Увидение меня, конечно, очень возмутило. Те нарушения, которые имеются в решении суда от 24 августа, эти нарушения, будем говорить, не приносят к пожару. Почему это говорить? Это нарушения режимного характера. Вот, например, отсутствие таблички станции насоса пожаротушения, он никак не может принести к пожарам. Такие вот мелкие нарушения там, вот, я потом еще вам покажу. Вот есть такое понятие план-эвакуация из здания. Она выполняется соответствующими фирмами, которые имеют лицензии. У нас были вот, когда мы обходили, сотрудник прокуратура очень усердно, вот, линейками мерил, вот, таблички, вот, размеры не подходят. Это не поможет. Просто, вот, стыдно вот за этих работников, вот. О рабочих, будем говорить, это вот. Их работа вот показывает, вот, неуважение своему народу. Почему я так скажу? Я долгое время, когда работал пожарной охраной, у нас было право, мы сами, вот, инспекторами. Я долгое время инспектором работал на автозаводе, где 12 тысяч человек работает. У меня на руках был пломбир. Если я мог подойти, любой всех закрывать, из-за моих действий могли пострадать десятки тысяч людей. Потому что завод, если я останавливался, это градообразующее предприятие, мы никогда на такие вот крайние случаи не шли. не закрывали, ничего такого. Приходили, собирались там. Главный инженер, вот, Соловьев Владимир Николаевич, если память не ошибается, генеральный директор прототопа Владимир Васильевич. Вот, собираемся, решали. Также я, потом я уже представился, охраняли объекты АИН-Кабаш-Нефет. Это НГУ Юж-Орлан-Нефет, Орлан-Нефет и Краснохонус-Нефет. Все вот руководители, очень уважаемые руководители нашего, будем говорить, нефтяников, уважаемые люди города. Это Исламов Анисимонович, Густав Борис Михайлович, Краснохоломский, вот, запамятовал. Эти люди, вот, были, вот, это, до такой степени, вот, нравственные люди, я у них, как будущий инспектор пожарной охраны учился. Если какой-то вопрос возникал, мы сразу садились, решались. Вот, МФК Урал, тоже такой же ситуации. Рафаэль Назипович никогда не отрицал вот это нарушение, надо не устранить, не затягивал там. Создал, создана была специальная бригада и начали устранить. Еще один момент есть, меня вот это почему-то возмущает. Есть закон о защите прав индивидуальных предпринимателей и юрлист. Этот закон не позволяет, если объект только что открылся, в течение трех лет его никто не имеет. Ни один контролирующий орган не имеет права этого. Есть специальный закон. Но у нас прокуратура, я не знаю, может, они что-то у кого-то заказ исполняют, не знаю, там. Сразу начинают, вот, в декабре 17-го года, я, насколько знаю, Урал был сдан эксплуатацией, уже через полгода начинают вот это терроризировать, это, будем говорить, это предприятие. Что такое многофункциональный корпус Урал? Здесь работают тысячи людей, работают. Что такое тысячи людей для нашего города? Это вот 4 тысячи человек у нас, считается, обеспечены зарплатами. Эти люди не выходят на площадь, не требуют, дайте нам это заработать, эти люди сами зарабатывают. Эти вот своими действиями, вот эти сотрудники, будем говорить, исполнительные власти Российской Федерации, вот, создают негатив в отношении себя. Вот по прокуратуре я, наверное, отдельно скажу, наверное, вот есть у нас в прокуратуре, вот, события были летом, арестовали там прокурора Советского района, потом арестовали первого заместителя прокурора Республики Башкустан, а потом еще там начальников отделов. Эти органы прокуратуры лично у меня не вызывают никакого уважения. Эти люди, вот, я не знаю, там, вот, показать себя, мы вот сами эти, эти. Это тоже относится к прокурору Республики. Неужели прокурор Республики, думаете, не знал, что у него первый заместитель, ну, будем говорить, незаконными действиями занимается? Знал он, конечно. Вместо того, чтобы это привлечь к уголовной ответственности, я думаю, органов, будем говорить, Федеральной службы безопасности, и УМД, есть достаточно материалов, думаю, на прокурора Республики, но просто не дают ход, потому что это политический вопрос, как прокурор там и так далее, просто его потихоньку убрали и переводят, насколько мне известно, Курганскую область. А его вот заместитель Горбунов, которого арестовали в Москве, даже не умеет правильно из страны убежать, даже он обязательно поехал в Шереметьево, там, сел в самолет и хотел улететь в Германию. Вот их вот уровень профессиональности, неподготовленности, просто они хапуги, как говорится, грабили свой народ, вот это буду говорить. По поводу судебных приставов, вот они пришли 23-го, у них на руках постановление. Есть закон об исполнительном производстве, там вот статья 4-я. Принимая решение, судебные приставы должны быть законными, обоснованными, и эти требования не должны унижать граждан, принизить их и так далее. Есть также, вот по нашему МФК «Урал», у них было, вот они пришли сразу закрывать, это, ну а по закону, вот, собственники должны дать 5 дней. В течение 5 дней можно было устранить, нет, этого они ни в каком случае не признают. Вот мы сразу, мы крутые, 20 человек с Уфы приехало, селы автобуса с автоматчиками, еще местные, там 40 человек, вот это предприятие заказали, это ужас. Такой случай был у меня, вот это, когда видел по телевизору, там, в Москве, садоводские товарищи, речник закрывали, там, зимой людей выкидывали, но это вот аналогичный случай вот такой. Закват этого чужого имущества, вот, применяя властную структуру, не думать ни о последствиях, ни о чем. Вертолетный, вот, наличие этой вертолетной площадки никаким образом не влияет возникновение пожара. Я вам уверенности говорю, он есть, вертолетная площадка, он никакого отношения не имеет к пожарной охране. Есть, туда вертолет не садится, значит, он не используется, не подназначен. Тем более, сейчас вот все он и должен, научно-технический совет, главный управленный должен состоять, его уже и меняется название, там, он будет, это, как это, люди будут приходить туда, любоваться с нашим городом. То есть он уже не вертолетная площадка там. Вертолетная площадка, еще раз говорю, о развитии пожара никакого отношения не имеет. Также вот отсутствие план эвакуации, хотя они у нас есть, там есть и подписи. Такие вот мелкие нарушения, которые не приносят пожара. Об этом можно было даже не говорить. Когда вот я уже говорил, будучи инспектором, когда я при Астанале, я знал, когда уже пломбируем, закрываю, если я сейчас не закрываю, именно будет пожар. А пожаром чего может быть? Опасные производства, там проводится сварочная работа, газосварочная работа. Например, вот в нашем случае, если бы туда многофункциональный корпус Урала завезли бы там это, сервис будем говорить, по ремонту сервиса, и там бы работали бы там, сварка, и это еще могло бы привезти. Там сделана абсолютно вот самая современная технология, чтобы обнаружение пожара, тушение пожара и недопущение пожара. Там вот такие меры были приняты. Это уже не это, вот, это самое дорогое оборудование применялось. Ну, по решению суда, что я могу сказать? Решение суда там, хотя она уже вступила в законные силы, его дальше надо продолжать обжаловать в касационном порядке, в Верховном суде. А почему судья такое решение принимает? Я думаю, судьи боятся после этого события, зимней вечной у нас это произошло. Сейчас судьи боятся, вот, они уже как-то вот заложниками ситуации. Если вы не примете, если что-то случится, судья будет отвечать. Судьи тоже, чтобы ни за что не отвечать, они это штампуют уже там, вот, решение, судебное решение. Еще раз говорю, это решение суда, вот, по необоснованной, вот, судья, вот, есть такое понятие право. Если вы, вот, это ваше, когда вы применяете право, она не должна нарушать очень много количества людей. Да, там, да, там, вот, вот, например, в отношении нарушителей было бы там, это один человек, еще там туда, когда уже вот тысячи людей остаются вот на улице, это уже как-то вот судья привез на свое право, которое ему государство дало. Вот в этом вопросе. И не только судья, судебные приставы, сотрудники про город, здесь уже, считаю, там, это уже вышли уже за рамки позволенного, дозволенного, еще могу вот эти слова сказать. Вот этот объект, он очень серьезный, для него специальные, это технические условия создает проектная организация, потому что тут и гостиничный комплекс, и кинотеатры есть. Это есть свое требование. Вот торговым павильонам одно требование, там, гостиницам другое, там. Вы понимаете, когда вот это все объединяется, специальные проектные институты создают, как говорится, проекты, она выполнена, никаких отступлений нет от проекта. Я вам... Не самострою. Да, не самострою, это пришли, очень это серьезный объект построен, очень много вложено туда, это средства, это средства безопасности, я говорю, там. Это, еще раз, автоматически пожарные сигнали, пожаротушение, обнаружение, там, все пути эвакуации совпадают, там, иния, вот, пути эвакуации, я хочу специально... Там есть специальная незадымляемая личная клетка, там человек вышел с коридора. Например, у меня есть практика, я участвовал в Уфе, здание принимали, «Мать и дитя» называется, 6-этаж, современный, там, это стоимость где-то 3 миллиарда, там, в районе этого торгового центра Башкорстана. Вот этот объект мы 2 месяца принимали, у турков, турки строили, я понятия имею, как объекты строятся, куда надо обратиться, что, на что надо обратиться, у меня понятия есть, когда вот многофункциональный комплекс «Урал» строили, я кое-что консультировал, давайте вот это применим, вот это, более современное, и так далее, и так далее. В республике это самый современный объект, который, этот, отвечает требованиям пожарной безопасности. Решение суда, наверное, считать, смешно даже его, наверное, считать, там, отсутствие таблички, вот, наверное, вот, пункт посчитаю я вам. У входа помещения насосной станции пожаротушения отсутствует световое табло насосной станции пожаротушения. Ну, разве это отсутствие таблички? По этой отсутствии табличек же не может возникнуть пожар. Да, сейчас он есть, его установили, он работает, действует. Ну, вот, абсурдные, вот, это такие нарушения писать, если оперативный план пожаротушения есть, есть, вот, должно это, оперативный план пожаротушения должно быть. Ну, насколько знаю, вот, в нашей республике нет вертолетной службы, сразу скажу, пожаротушения нету, да, Салатарова? Нету, вот. Если его нету, они из Москвы, что ли, к нам должны прийти? Ну, из Утмуртии. Утмуртии тоже нету вертолета. Тоже нету? Нету. В Татарстане тоже нету. В Триборске происходят с поточками. Раньше был в Нижнем Новгороде, сейчас это региональный центр уже, он ликвидировал, его передали Москве. Для чего это нужно тогда, вот, вертолетная площадка? С Москвы, что ли, прилетели? Пока в Москву будет лететь разрешение, воздушные коридоры там будут, этого не будет уже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова